Институт был основан в 1951 году для строительства крупнейшего на тот момент нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области, крупнейшего в Европе. Президентом компании была поставлена в 2015 году задача трансформации из института старого советского образца в современный инжиниринговый центр. На настоящий момент мы осуществляем комплексное проектирование взрывопожароопасных объектов нефтепереработки, газопереработки, нефтехимии от момента зарождения идеи, предпроектной проработки, так и заканчивая авторским надзором за строительством объектов. В 2016 году мы получили 8 положительных заключений главгосэкспертизы на соответствие разработанной нами проектной документации всем существующим в Российской Федерации требованиям и нормам. Это все крупные инвестиционные проекты, которые есть в компании. В нынешних экономических реалиях в связи с налоговыми маневрами особо актуальным становится повышение операционной эффективности наших перерабатывающих предприятий. Поэтому мы у себя в институте создали Лукоил инженерно-научный комплекс, где собрали лучших из лучших людей, которые обладают как проектным опытом, так и опытом работы непосредственно на производстве. Основной задачей является разработка мероприятий по расшивке узких мест, по повышению уровня промышленной безопасности. Мы проводим комплексные технико-энергетические обследования, энергетические аудиты, по результатам которых выясняем все узкие места работы производственного объекта и даем предложения по их устранению, по их расшивке. Также мы осуществляем инженерные изыскания и лабораторные исследования. У нас есть своя база. Мы занимаемся прикладными научно-техническими разработками. Мы имеем пилотные установки по многим процессам переработки. Дополнительно мы проводим 3D-сканирование объектов и 3D-моделирование. Мы обладаем всем комплексом моделирующих программ. То есть у нас вообще институт — это держатель всех моделей производственных объектов наших предприятий. Что из себя представляет создание цифровой информационной модели? С помощью 3D-сканера мы получаем облако точек, которое обрабатывается, и мы получаем 3D-модель всего завода, всех производственных объектов. Она имеет очень приличную степень детализации. И в принципе с планшета, с телефона любой производственник может в любое время посмотреть то или иное состояние оборудования, то или иное состояние производственных активов. При проведении текущих плановых капитальных ремонтов имеется возможность выбрать оттуда спецификацию, имеется возможность посмотреть на текущие параметры существующего оборудования. И так как в нашей группе принято проводить не просто капитальный ремонт, меняя одно на другое, а обязательно с каким-то повышением качества, с улучшением каких-либо технических характеристик, то эта модель позволяет вписать в существующие габариты, в размеры, вписать уже иной аппарат с иными характеристиками, более улучшенными, для того, чтобы опять же повысить операционную эффективность. С гордостью могу сказать, что Президиумом научно-технического совета Пауэлла Койл, мы признаны головной организацией по созданию цифровых информационных моделей и 3D-проектированию в нашей группе. Дополнительно развиваются два других направления. Первый можно назвать условно консалтинг. Это именно предоставление инжиниринговых услуг всего спектра. Мы являемся разработчиками стандартов. Сейчас на данный момент у нас в работе стандарт по HESOP, это по повышению уровня промышленной безопасности. Мы активно участвуем в повышении квалификации наших производственников, в части именно восполнения особых инженерных навыков и знаний. Плюс у нас есть специализированный курс в рамках нашей корпоративной программы по MBA в РГУ нефти и газа. В части проектирования перед нами стоит задача осуществить проекты по комплексу переработки нефтяных остатков на Луково-Нижегороднефтьерсинтез, строительство газофракционирующей установки для ухта переработка, развитие инфраструктурных проектов на Пермьевтерсинтез, модернизация производственных объектов на Ставролине. То есть институт имеет понятный, четкий, ясный портфель заказов на следующий год, который позволяет обеспечить полную загрузку нашего проектного персонала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok